Дышь, дышь, дышь. Ха-ха, здорово я придумал. Груша поп-ит. Дышь, 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 дышь. И-я! Ой, ну вот, наигрался. Эх, ладно, пойду посмотрю, что там девочки делают. Катя, Катя, ну ты обещала, теперь я рисую. Дианочка, ну подожди, я еще ничего толком не нарисовала. Я тоже же хочу. Отдай. О, что делаете? А, это раскраска, где воду рисовать, здорово. Отдайте мне маркера. Да что такое-то, а? У меня маркер только один. Надя, забирайте, кто хотите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что такое, мам, кто это звонил? Мне только что позвонили с вокзала, мой поезд отменили. Как же я возвращаться буду, а? Или мне придется у вас еще на месяцок задержаться? А? На месяцок? А как же, у вас же там огород? Эм, ой да, огород мой пропадет. Слушай, мама, так может мы тебя как-нибудь отвезем? А может отправим бабушку на ковре-самолете, и она долетит до своего дома? Хорошая идея, Даник. Жаль, что ковры не летают. Так, на чем? Автодом у меня на ремонте. Слушай, Даш, остается только кабриолет. Саша, как же нам быть в кабриолет, мы всей семьей не влезем. Так, 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 думай, Саша, думай. Слушай, Даша, может мы оставим тогда дома Катю, Макса и Диану? Они уже достаточно взрослые, с няней смогут 2-3 дня посидеть. Ты думаешь, на целых 3 дня их с няней оставим? Ой, я не знаю. Мама, папа, Макс и Дианка мешают мне рисовать. Ага, Саша, ну и как мы их оставим? Они вон могут из-за раскраски все передраться. Нет, нужно придумать что-то другое. Коврик, ну коврик, ну полети, пожалуйста, ты же слышишь. Нужно отправить домой бабушку. Ну, слетай давай. Абра-кадабра, швабра. Ну, мам, в смысле оставить? Расскажите мне, что вы тут надумали? Катя, у бабушки отменился поезд, ей никак не попасть домой. Нам придется ее везти, но места для всех не хватит. Наш автодом на ремонте. Поэтому мы подумали и решили оставить вас дома одних. Ну, как одних, под присмотром няни Клавы Коки. Ой, да? Ну, ладно, мам, мы три дня сможем прожить. Катя, точно, точно справитесь? Как-то страшновато. Да ладно, мам, мы же не такие маленькие, все будет нормально. Дианочка, а я говорю мой маркер. Нет, дам, нет, дам, нет, дам. Да, хотя, может быть, и не справимся. Слушайте, у меня для вас важные новости. Мы остаемся на три дня, одни дома. Мама, Даник, папа и бабушка поедут. Куда это они без нас поедут? Я, может, тоже хочу поехать. Все хотят, да молчат, да один выскочка, да слушай, до конца. Бабушку нужно отвезти домой. А поезд ее отменился. А из транспорта у нас только кабриолет. А места для всех там нет. А, ну ладно тогда. Вау, целых три дня одни дома. Это же здорово, здорово, здорово. Ну что, ребята, что решили, справитесь? Да, мам, конечно, мы подумали и решили, что мы справимся. Да, Дианочку, ну дай маркер. Мама, скажи им, что это раскраска для девочек. Да, по-моему, оставить вас одних дома, это плохая идея. Ладно, будем думать что-нибудь другое. Да, Дианка. Мама, мама, да ладно, все нормально, не буду я у нее ничего отбирать. Мы с Катей за старших и за Дианкой будем присматривать. Мам, мам, налей мне чай, пожалуйста. Дианочка, ты забыла? Мама с папой уехали. Так что будь добра, сама сходи на кухню и налей себе чай. Ой, точно, Кать, а вы это с Максом за старших вроде как, налейте мне чайку, а? Так, Дианочка, мы тебе в служанке не нанимались. Иди сама ты в состоянии налить себе чай. Эй, чего вы там ругаетесь? Смотрите, какую штуку я притащил вам. Давайте играть. Что это, Макс? Акуленок, туруруру. Ха-ха, это, короче, знаете, крокодонтис такой бывает. А это акулодонтис. Нажимайте на зубы и кое-кого у нас хватит. А это безопасно? Да я откуда знаю, ну игрушка так, наверное, для детей же делают. А, вау, круто, 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 давайте играть. Я первый. Так. Ха-ха, так, до следующей. Ай, как страшно. Давайте, я следующая. Ай, только не ешь меня. Не попалась, не попалась. О-оу, по-моему, я сегодня буду самая везучая. Так, какой бы выбрать зубик, а? Акула кусачая. Давай вот это попробуй. О-оу. Дианка, давай вылезай. Как сильно она тебя схватила. Сейчас, подожди. Нужно челюсть разжать. Во, все, ты свободна. Диана, свободно говорю, давай вылезай. Ай, легко сказать, у меня что-то с рукой. Ай, как больно. Ха-ха-ха. Ай, не-не-не-не-не, Катя, у меня очень сильно болит рука после этой дурацкой акулы. Ай, я прям не могу терпеть боль. Как же больно. Ну вот, доигрались. Убирай свою акулу отсюда, я пойду к няне. Няня, слава кока. Няня, няня, у нас Дианка повредила руку. Помоги, пожалуйста. Няня, ты меня слышишь? Мама что, ее не включила что ли? Няня. Она не запускается. Няня, что с тобой? Ааа, кто бы подумал, что в самый нужный момент она сломается. Что же делать, что же делать? Нужно срочно вызвать доктора. Вдруг у Дианки перелом. Чего там, Катя, где няня-то? Я не знаю, Макс, что с ней. Она не включается, не отзывается, не шевелится и вообще. Я вызвала доктора. Дианка, ну как тебе? Я сейчас в ломорок упаду от боли, вот как. Здравствуйте. Вы меня вызывали, что случилось? Где ваши родители? Здравствуйте, доктор, да. Понимаете, мы играли и Дианке вот эта акула руку прищемила. Она ей пошевелить не может и плачет. Говорит очень больно. Посмотрите, пожалуйста. Да, конечно, сейчас произведу осмотр. Но мне нужен кто-то из старших. Где ваша мама и папа? Они куда-то ушли? Ай, как больно, доктор. Ну зачем вам мама с папой? Они вообще уехали. И приедут только через дня три. А вы мне что, все эти три дня руку не почините? Ай, болит. У меня, наверное, и перелом там. В смысле дня на три? Они оставили вас одних таких маленьких дома без присмотра. Вы играете в опасные игры, ломаете руки. Это нормально? Доктор, да мы не одни. Дианка, мы под присмотром. У нас есть няня. Позовите няню сюда, пожалуйста. Доктор, пока не можем. У нее эта батарейка села. В смысле батарейка села? Она что у вас, электронная? Да, доктор, все правильно. У нас электронная няня. Она подзарядится и сможет ответить на все ваши вопросы. Вы помощь оказывать собираетесь? Конечно, дети. Я окажу помощь. Это входит в мою работу. Только еще в мою работу входит охрана детей. А так как вы одни дома без присмотра. И у вас находиться так очень плохо получается. Сегодня рука. Завтра что? Нога? Голова получается? Нет, я вынуждена сообщить в органы опеки. Чего, куда, какие опеки еще? Доктор, помогите Дианке, пожалуйста. Все будет нормально. Мы проживем три дня. У нас няня зарядится. Она присмотрит за нами. Нет, нет и еще раз нет. Это моя обязанность. Органы опеки и попечительства придут к вам. Оценят ваши условия. Если они определяют, что вы находитесь в опасном положении, они заберут вас. В смысле заберут? Куда они заберут нас? Нас вызвали врача, называется в детский дом. До разбирательства с вашими родителями. Так, руку я осмотрела. Это просто ушиб. Мазью помазала, должно будет пройти. Чего? В какой детдом, доктор? Вы что, издеваетесь? Не на нас, не в какой детдом. У нас мама и папа и бабушка. Все живые. Они скоро приедут и все. Вы чего? Здравствуйте. Да блин, все так серьезно что ли? Дяденька полицейский. Тетенька доктор вас просто так вызвала. У нас все нормально, все в порядке. Не уверен. Когда все в порядке, обычно полицию не вызывают. Что случилось у вас? Здравствуйте. Уважаемый полицейский, эти дети находятся в опасности. Родители в неизвестном направлении уехали, оставили их одних. А они не справляются. Они еще слишком маленькие. Поэтому пребывание их в этом доме невозможно, считаю я. Первый день, говорят, а уже я приехала оказывать им помощь. Так, 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 все понятно. Ну что, где ваши родители, а? Они скоро приедут, они в магазин ушли. Как вы можете врать полицейскому? Вы мне только что рассказывали, что они уехали минимум дня на три. Ага, врете, значит. Телефон мамы и папы знаете. Сейчас позвоним и все выясним. Ну вот, наконец-то, хорошая мысль. Позвоните, вот, первый номер у мамы записано, она вам все пояснит. Алло, алло, Макс, привет, а что у вас случилось? Какой полицейский? Какой детдом и о чем? Я мама, да. Мама и папа есть, у этих детей все нормально? Почему одни? Потому что мы отъехали, бабушку повезли. За ними смотрит няня. Как не работает? Как доктор приходил? Что у Дианки с рукой? Какой еще крокодил? Акула? Да что вы такое говорите-то? Какой детдом? Да вы что творите? Я сейчас же приеду, да? Ну, не совсем быстро получится. Я далеко от нашего города. Не забирайте их, вы что? Я жаловаться на вас буду. Ой, господи. Саша! Так, ну что, поговорю я с вашими родителями. Приехать она сразу сейчас за вами не может. Поэтому со мной проходим. Я вас отвезу в одно очень интересное место, где вы будете находиться до приезда ваших родителей. А там будем разбираться и с ними, и с вами. Мы не хотим в интересное место. Это что, у вас так детдом называется? И сам не поеду, и сестер не отдам. И вообще мы с места не сдвинемся, понятно? Так, ребяточки, мне что, на руках вас всех унести? Или группу поддержки позвать? ОМОН называется, а? Может, все-таки сами отправитесь? Меньше проблем будет и вам, и вашим родителям. Эх, не надо, ОМОН. Пойдемте, девочки. В детдом так в детдом. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Фух. Ох, ну и разборки сейчас были. С полицией, с органами опеки. Еще и штраф выписали. Да, дети? Ох, да и не говори, мама. Еще и 24 часа провели в детском доме, представляете? Фух, хорошего там, конечно, мало. Так жалко тех детей. Ну ничего, они там это, добрые. Нормально нас приняли, да? Поиграли с ними. Вот так приключения отвезли, мама называется, а? Няня, с тобой-то что случилось? Странно, почему она не включается? Доброе утро. Даша, дети, какие будут на сегодня задания? Отлично, Клава. Где ты была последние два дня? А? Где ты зависала? А что случилось? Я что, не работала? Ага. Только это уже совсем другая история. Ну что, ребята, вот так вот выдалась поездка бабушкина. В детдом забрали. Доктор был, полицейский. Фух, сегодня долго разбирались. Но нас вернули домой. Поиграли. Бакуленка называется. А вы, ребята, вам понравилось? Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Может, еще в Акуленка поиграем? Макс! Не, ну а чего? У тебя был всего-навсего ушел. И вообще, надо быть аккуратней. И сегодня ничего не случится, ведь папа с мамой с нами. Ладно, я первое нажимаю. Оп, следующий. На ком захлопнется, я даже знаю. На ком захлопнется.